Галия, здравствуйте! Я вас поздравляю с очередным показом. Я в прошлый раз была на вашей коллекции. Она была в темных тонах. Почему резко так переход в красных и название коллекции 50 оттенков красного? Эта коллекция... Меня навеял наш год красной обезьяны на создание этой коллекции. Я считаю, что в этом году, в этом сезоне весна-лето, это будут самые актуальные цвета. Скажите, а какие материалы будут представлены в этой коллекции? А платья на самом деле очень сложно даже объединить в одну коллекцию. Их, наверное, можно исключительно объединять по цветовой гамме, то есть принадлежность к красному цвету. А вообще платья очень разные. Есть платья в сдержанном пуританском стиле. Они сделаны из сатинов. Есть кружева, есть струящиеся летящие шифоны. Ну, в общем-то, сами все увидите на поде. Скажите, пожалуйста, платье средняя цена, если брать из коллекции? Потому что очень многие интересуются вашим брендом. На самом деле тут, ну, в общем-то, на ваш вкус, на ваши запросы. Есть платье стоимостью 25 тысяч рублей, а есть 250 тысяч рублей. Все зависит от того, какие ткани используются, какая фурнитура. С камнями это платье или без. Я вас поздравляю еще раз. Ждем следующей коллекции. Обязательно приеду. Спасибо большое. Спасибо. Александр, я тебя рада видеть на показе очередном. Скажи, пожалуйста, что ты ожидаешь от этой коллекции? Взаимно. Приятно видеть огромное количество прессы. И приятно видеть вас в этом числе. И рад вновь видеть и дружить с вами. Ну, знаете, пришел сюда, потому что позвали. Последнее время у меня очень много музыкальных дней, которые перерастают в музыкальные ночи, в музыкальное утро. И для меня сегодня это как глоток свежего воздуха просто выйти и посмотреть на что-то, где нет музыки. Где есть творчество, но это творчество визуальное. Вот. Мне, тем более, здесь Лолита пройдет по подиуму. Лолита в одном телевизионном конкурсе была моей наставницей. И мне интересно поддержать ее. Меня заманили еще тем, что сказали, будет от Жигурды какой-то невероятный перформанс. Посмотрим. Мне самому интересно. Я заинтригован так же, как вы. В общем, я пришел сюда отдыхать. Пришел получать удовольствие эстетическое. И я думаю, что у меня это получится. Тем более, сразу же эстетическое удовольствие я получил, как только зашел сюда, увидел пресс-вол из РОС. Огромное количество детей в платьях маленьких невест. И это уже интригует. В преддверии праздника 8 марта приятно любоваться уже прекрасными нарядами, прекрасными девушками, цветами. Уже начинает напоминать о том, что скоро-скоро женский день. Скоро будет день, который наполнен цветами, счастьем, красотой, улыбками. Такими же красивыми улыбками, как у вас. Спасибо. Скажите, за модой следите и тратите ли большие деньги на брендовые вещи? Я тот человек, который любит наблюдать, но нифига в моде не понимает. Вот это я. Я люблю комфортную одежду. И у меня всего лишь два критерия. Нравится, не нравится. Конечно, по поводу цены. Ну, я не тот человек, который будет тратить миллиарды на какую-то брендовую вещь, если я себе не могу этого позволить. Но я абсолютно четко понимаю, что хорошая, качественная вещь, она стоит каких-то денег. И за нее я готов всегда заплатить. Поэтому я всегда плачу за качество, а не за бренд. Для меня это важно. Для меня важно, чтобы одежда была комфортная, чтобы она тебя украшала, а не перетягивала на свой стайл. Канат, знаете, да? Бывает, что выходит девушка, вроде бы она красивая, но одела такое платье, что хочется наблюдать за платьем, а не за девушкой. Это огромный минус какого-то новомодного платья. Потому что, в первую очередь, хочется наблюдать за тем, на кого это платье одето, а не за платьем. Вот это важнее для меня. Какой стиль вы предпочитаете на себе и на своей девушке? Ну вот, я чаще одеваюсь в такой легкий кэжуал. На концертах часто одеваю и смокинг, могу даже одеть смокинг с бабочкой. Но это одежда, в которой мне комфортно. Я в повседневной жизни часто одеваю какую-то расслабленную одежду, чтобы ощущать себя вообще абсолютно свободно. А девушке, ну, главное, чтобы девушка себя ощущала комфортно. И всегда чувствуется, удобно девушке или нет, нравится ей самой такой стиль или нет. Вот девушка выглядит модно только тогда, когда она сама себе нравится. Тогда она может себя преподнести хорошо. Как только девушка чувствует, что что-то некомфортно и уже не так цепляет, скажем так. Поэтому я как мужчина хочу сказать всем вашим телезрительницам, что одеваться нужно в первую очередь удобно, красиво, чтобы нравилось вам самим. И мужчины будут на вас свой взгляд обращать. Спасибо большое. Я желаю успеха в вашем творчестве. До новых встреч. Спасибо. 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 Пушкарьи есть. Спасибо. 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 Какую шалепинку? Да ладно. Прохор, на руки, на руки ее. И на руки, на руки. Горьбойка. Наклонись чуть-чуть к нам, наклонись. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Еще раз давайте встретим нашего модельера, Галия Ахматова. Галия Ахматова 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 которые шьют совершенно не хуже, чем западные бренды. Но на самом деле большие суммы я трачу на свой гардероб. В преддверии 8 марта что можешь пожелать нашим девушкам? Ну, безусловно, любви, неувидаемой красоты, блеска в глазах. И чтобы женщина всегда светилась от любви, именно от внутреннего состояния изнутри. И когда у женщины идёт вот этот свет, то это чувствуют все окружающие. Всем любви мои, самые любимые и дорогие девочки. Спасибо большое. Хочу пожелать удачи в творчестве. Спасибо вам. Юлия и Вероника, я вас рада видеть на показе. Расскажите ваши впечатления. Вероника, ты участвуешь второй раз. Расскажи, пожалуйста. Я действительно второй раз участвую. И с каждым разом показ всё обретает яркие краски. Галия очень творческая личность. Её платья меня всё больше и больше очаровывают. Этот раз их ещё больше было, чем в первом показе. Поэтому я в восторге от этого показа и от идей, которые дарит нам Галия. Да. Галия сделала этот показ в свой день рождения. То есть она подарила всем такой замечательный праздник. В таком платье я... Мне кажется, я впервые одела такое сказочное платье за всю свою жизнь. И, конечно, я благодарна Галие за то, что она дала мне такой шанс открыть взрослый показ. То есть я была первой, у меня дрожали коленки, но я не упала. Я довольна этим. Скажите, будет ли успех этой коллекции среди обычных людей? Не мультимедийных, а обычных? Среди обычных людей. Ну, конечно, каждый день такое платье не оденешь. Это да, это, конечно, абсолютно на какое-то событие. Даже, может быть, кто-то на день рождения сможет одеть. Ну, я вижу свадьбу, честно скажу, свадьбу. Я думаю, что эти платья сделаны как раз для людей, чтобы делать их необычными в определённые дни. И Галия как раз создаёт для нас дам, девушек, очаровательные платья разные, вечерние, свадебные, свадебные и необычные. То есть есть невесты в красном. То есть очень много выбора. И все они яркие для того, чтобы стать необычными, сверкать, как звёзды. Сегодня день рождения у Галии Ахматовой. Сегодня её показ. Что вы можете пожелать ей? Я бы ей пожелала просто оставаться на этой волне, никуда не сдвигаться, потому что она нам нужна. Она нужна нам для того, чтобы делать нас красивыми, счастливыми, вечно молодыми. Волшебного вдохновения желаю Галие Ахматовой. И чтобы рядом её окружали только хорошие, добрые люди и надёжные, сильные, как говорится, мужчины-партнёры и искренние, доброжелательные женщины. В преддверии 8 марта что вы можете пожелать нашим зрителям? Нашим зрителям держаться, не сдаваться, цвести, радовать своих мужчин и получать от них бонусы. Весеннего настроения и позитива. Девочки, я вам желаю удачи в вашем творчестве, новых интересных ролей и всего самого хорошего. Спасибо. Мерси. Здравствуйте. Я вас рада видеть на показе. Вы были сегодня участниками. Скажите ваше мнение, ваши впечатления о коллекции. На самом деле замечательный показ, полон нежности, как всегда. Это уже не первый, это второй показ мы с Анютой участвуем уже второй раз в показе замечательного дизайнера Галии Ахматовой. Кстати, первый раз на этот показ меня позвала Анечка и познакомила с Галией. Ну, как всегда, феерия нежности, феерия женственности, вот эти вот такие вот летящие, нежные платья. Я просто обожаю такой стиль. Сегодня был особенный показ. Сегодня день рождения Галии Ахматовой. И собрались ее самые близкие люди, тех, кого она любит. Вот мы участвовали в ее показе. И рады, что в такой торжественный день тоже внесли свое участие. Вот, если вы заметили, мы выходили с детками. Мне кажется, это такая нотка приятная была, семейная. Да, коллекция была очень красивая. Действительно, свадебные платья, вечерние наряды, дети были. Я думаю, что все платья приобретут, как говорится, достойных хозяюшек. Вот, оно будет очень красиво, гармонично смотреться и на свадьбе, и в какие-то вечерние показы, и на красную дорожку. Мы видели, очень было много правильно классических платьев. Галия Ахматова сделала показ сегодня день рождения. Что можете пожелать ей лично? Ну, самое главное, это крепкое здоровье ей и ее близким. Успехов в работе, в творчестве. Она очень добрый человек с большим сердцем, чтобы ей всегда встречались благородные люди, надежные. На самом деле, пожеланий просто бесконечное количество. И, наверное, хочется выделить одно пожелание, чтобы она всегда, постоянно в свой день рождения собирала верных и преданных друзей. Вот, как бы, самый близкий круг, как сегодня. И каждый свой день рождения, чтобы это просто вошло в традицию. Она радовала нас, зрителей, девушек, что мы можем представлять такие замечательные платья. Мужчин, что они могут нас лицезреть в таких замечательных платьях, чтобы это было хорошей, доброй традицией и повторялось из года в год. Да, я тоже хочу Галии пожелать творческого процветания. Пусть радует, как Кристина сказала, не только женщин, а и мужчин такими красивыми нарядами. Было очень приятно. Я честно скажу, мы втроем очень часто участвуем на неделе моды в Москве, фэшн и краша. Но это был особый показ такой вот единичного дизайнера здоровья, счастья, любви и вдохновения. Спасибо вам большое. Ждем вас на следующей коллекции. Спасибо. На самом деле я вам могу сказать, что Галия Ахматова — это художник, это человек, который войдет в историю, я в это верю, потому что она создает свои образы не для конъюнктуры даже, а это такие художественные, высокохудожественные произведения, вот эти все платья, они каждое, может, платье быть представлено на мировых каких-то площадках. Это и Каннский кинофестиваль, где Ленина прекрасно рассекала в этих платьях. И, то есть, вот и Калашникова тоже, вот если ее отправить в этом платье, предположим, на какую-нибудь голливудскую там, да, премию, она прекрасно там впишется, и никто не поймет, что она приехала, и ей нечего получить. То есть, подумаешь, что она пришла конкретно, зачем ты за каким-то призом? На самом деле, у нее настолько международный подход, интернациональный, и какой-то такой стиль, он роскошь, которая воспринимется любым, скажем так, мировоззрением, любой страной, и в Китае, и в Америке, и в России, и она этого добилась. А я лично знаю уже очень много лет, и знаю, что она огромный трудогорик, потому что мы с ней не только по показам ходим, но и работаем. А работа в шоу-бизнес-индустрии — это очень тяжелый труд. Мы с ней развиваем российскую индустрию дизайна, российскую одежду, вместе сотрудничаем, она представлена у меня как дизайнер в бутике. Что в этом году модно носить? Какие тренды? Вы знаете, на самом деле, тренды каждый месяц меняются, и я могу сказать, что будьте яркими, выражайтесь, самовыражайтесь, делайте то, что вам идет, одевайте то, что вам идет, надевайте это. Как можно определить, что ему идет? Я совет дам. Во-первых, очень модно в этом году будут нижнее белье в горошек. Дал совет. Вообще, белье в горошек сейчас проверим, покажи всей стране. Да, мне белье в горошек. И могу сказать, что руссконародный стиль, пожалуйста, тоже прекрасно. Весь горошек хватило кое-чего другого. Я считаю, что нужно одеваться действительно так. Ребят, что сейчас одевать? Сейчас вот что нашел в шкафу, то и одевай, кризис в стране. Вы о чем вообще? Сейчас модно перешивать. Если что-то одевать, черное модно, белое модно, красное модно, все модно. Все модно. Все что в шкафу нашли, то и одеваем, друзья. Не знаю, но на самом деле, это вопрос ко мне, так как у меня более 50 российских дизайнеров, в этом году модно носить российских дизайнеров. Всех приглашаю к себе в магазин. Вы сегодня вместе появились на показе, на дорожке. Скажите, вы вместе? И когда свадьба? Мы вместе, у нас все хорошо. Вашими молитвами, как говорится, друзья. Ведь многие нам желали счастья, добра. Столько хороших комментариев написали нам. Поэтому вашими молитвами у нас все образовалось. И солнце засветило над нашим головой. Мы передаем лучки света, тепла и вам через камеру. 15 апреля у нас свадьба. Я думаю, что вы должны радоваться. И у нас растет цинишка. У нас все хорошо. Нам скоро годик. Аня я редко вижу дома, но когда вижу, зато... Зато... Да. Она замечательная. Ему нужно не разговаривать. Она человек с большой буквы. Анюта, это... Ну, конечно, ей очень повезло со мной. Ну, я вас поздравляю. Наконец-то все-таки можно... Полстраны за вас рада. Поэтому... А вторая полстраны просто безумно рада. Все, ребят, счастья вам, удачи и творческого успеха. Спасибо. Да, увидимся на «Пусть говорят». Что сейчас модно носить?